Всем привет! На связи Артем Абрамович и канал Finty Wordpress. В этом видео мы поговорим про правильное оформление статей с точки зрения форматирования. Под опытом у нас будет сайт Танкушина Николая. Он недавно себе сменил дизайн, теперь у него уникальный шаблон. Но так как до этого был шаблон такой простой, скажем так, то смотрите, что вылезает при смене шаблона. Вот я смотрю, да, захожу, здесь вроде нормальная статья. И здесь нормально. А вот здесь начинается бардак. Видите, здесь межстрочное расстояние уже куда-то упрыгивает. О, и здесь тоже. А здесь вообще какой-то шрифт уже не тот. Начинаем смотреть и что мы видим? То есть здесь применяются какие-то невнятные стили. То есть, ну, в принципе, это можно забить и стилями, конечно, да, но на самом деле это неправильно. А вообще вот эта вот такая штука вылезает из-за того, что, как правило, люди пользуются вот этими расширителями редакторов, да, то есть там он сам добавляет лишние теги, стили, и поэтому в итоге вылезает вот такая фигня. Учитывая то, что у каждого шаблона свои стили, поэтому вот так. Давайте просто-напросто я покажу, как все это можно легко и элементарно в два клика исправить. Захожу в статью и смотрите, Ctrl-A, выделяю все, нажимаю вот на эту кнопочку очистить форматирование и все. И у нас получается все стили уходят лишние и остается наш родной стиль. Остается только немножко проверить, да, ну вот, например, здесь сделать вот обтекание, например, по картинке. Здесь обтекание в другую сторону. Причем вот эти вот проверки, да, дают, видите, здесь у нас какая-то штука. Заходим сюда и смотрим, что здесь такое. Что здесь такое непонятно. Видимо, она сейчас, да, она исчезнет. Кусок какой-то. То есть и вот эта вот вещь, они еще помогают добиться, ну, правильных использований, правильных использований стилей. Ну, здесь это, как правило, справа должно быть. Обновляем. Теперь давайте посмотрим, как теперь это все выглядит в нормальном виде. Ну, как видите, да, сразу вылезает то, что уникальная тема и не все стили прописаны. А так, теперь у нас все нормально. В чем минус этого способа, да, то есть вот эти все выделения, они слетят, конечно. Но иногда лучше по новой все это сделать, по новой выделить, по новой использовать заголовки. Причем использование заголовков, использование маркированных и нумерованных списков очень любят поисковые системы. Поэтому, ну, вот ради интереса сейчас еще покажу эту статью как, да. Единственное, что нам надо запомнить, что у нас вот эти шаги жирные, здесь у нас заголовок 2, и вот эта часть у нас списками идет, маркированными. Вот здесь я бы поставил заголовок тоже 2, потому что, ну, он так перечисляет, разделяет текст. Заголовок 2, а вот это же лишние пробелы, все это можно убрать, потому что все это добавляется стилями. Давайте это и сделаем. Все. Обновляем и смотрим, что получилось. Ну, вот так вот, да, то есть теперь оно все это нормально, теперь все это красиво маркированными списками. Ну, вот надо бы, конечно, еще эти черточки убрать, но это уже ладно. Как правило, кстати, вот эти черточки, я знаю, что появляются. Когда копируется все это дело из Word, да, то иногда бывает так, при неправильном копировании оно вот это вот все и остается. Ну, кстати, сейчас вот последний WordPress новый, он все это дело нормально все довольно форматирует. Единственное, что я бы вот это делал, вот эти вот вещи, сделал бы заголовка, потому что, ну, вот вроде структура рубрик будет теперь так, а это вроде как вложенные заголовки, да, ну, давайте так и сделаем. Убираем курсив, делаем заголовок третьего уровня. Ну, кстати, вот эти вот точки в заголовках нельзя ставить, в принципе, это реально ошибка. Вот таким образом все вроде. Обновляем, смотрим. Ну вот, теперь вроде гораздо красивее, да. На мой взгляд, лучше. Вот так вот можно сделать вложенные заголовки и поправить статьи, если у вас какое-то лишнее форматирование есть. На этом я прощаюсь. Если есть вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.